Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Эти строки принадлежат поэту, актеру, барду Владимиру Высоцкому. Сегодня, 25 января, ему бы исполнилось 84 года. В каких бы ипостасях не выступал Высоцкий, его знают, любят и помнят до сих пор. А сколько его в нашем городе? Вот памятник, который установлен на том самом месте, где 29 ноября 1967 года выступал Владимир Высоцкий. В январе 1998 года одной из улиц присвоили имя Владимира Высоцкого. В 2000 году в одноименном сквере появилась стела, посвященная поэту. Творческое наследие, которое Владимир Высоцкий оставил после себя, не позволяет думать о том, что его нет уже 42 года. Ровно столько же, сколько он успел прожить. Его бессмертные песни и стихи, роли в кино знакомы почти каждому. Их слушают, читают и смотрят с таким же интересом, как это было во второй половине 20-го столетия, в пору расцвета таланта Высоцкого. В Самаре есть музей, посвященный творчеству выдающегося поэта-песенника. Немало усилий приложили основатели, чтобы популяризовать центр. Сегодня музей может показать посетителям многочисленные экспонаты, связанные с жизнью и творчеством Владимира Семеновича. Мы все равно будем помнить его и, так сказать, заниматься. А важно для подрастающего поколения, которое Высоцкого за тысячи мало. Наша задача им рассказать. Но сейчас же новое время. Появились гаджеты хорошие, появились компьютеры. Любой текст, если ты знаешь первую строчку, можно найти и почитать. Любую песню можно послушать, чего нельзя было сделать 50 лет назад. Владимир Высоцкий был в Куйбышеве дважды. Об этом свидетельствуют множество фактов, документов и фотографий. В один из своих визитов 30 ноября 1967 года Высоцкий посетил Куйбышевский политехнический институт. С годами все дороже и ценнее становятся воспоминания людей, которым удалось побывать на концертах барда. Юрий Щербаков учился на втором курсе, когда впервые услышал исполнение любимых песен кумиров «Живую». После уже занятий и баллон все побежали в конференц-зал, и он у нас пел. У него исключительные песни. Любую тему же у него есть. Иногда даже быту, обязательно его песни выхватят. Не забывайте об его творчестве, знакомить с творчеством Высоцкого тех, кто не знаком, но это молодежь, дети. И вы знаете, оно настолько интересно, многообразно, многоалико, что нет людей, которые остаются равнодушными. Общественный фонд «Центр Владимира Высоцкого в Самаре» провел акцию в изложении цветов в день рождения кумира. Почитатели творчества поэта регулярно проводят встречи, где читают стихи и поют песни легендарного барда. Мэриил Чан, Константин Головин, События.